Благослови наш Господь! Прославляли нашего Господа! Написано и в сердцах ваших, и в душах, чтобы мы прославляли Господа! Я думаю, что это наша цель, это наше желание, поэтому мы собираемся на собрание, мы читаем Слово Божье и хорошо делаем. Но обратите внимание, читать этого мало. Христос некогда сказал, что нужно исследовать Священные Писания. Я хочу с вами сегодня попробовать немножко исследовать Священное Писание. Вы остаетесь при ваших правах, все, и вы, и наши зрители, которые находятся онлайн, все остаются при своих правах. И что интересно, каждый из нас, я бы хотел, вот я буду некоторые места Писания просто озвучивать, каждый из нас имеет полное право рассуждать так или иначе, сказать, ну, откуда такие права, откуда такие возможности. Ну, так христиане верят, так христиане поступают. Они читают некоторые места Писания и говорят, что на самом деле оно так и есть. Давайте начнем. Я хочу сегодня с вами побеседовать об одном коротком слове, который имеет огромное значение, плюс наше понимание или плюс наша интерпретация к этому короткому слову, оно становится либо благословением, либо роковым действием. Это в моем понимании, а кто-то скажет, нет, нет, это совсем не так. Но давайте начнем. Я хочу с вами сегодня поговорить о слове «все». Слово «все» говорит «все». «Все» дышащее дохвалит Господа, аллилуйя. Так, я задаю вопрос. Как? Аминь, говорят. Так все-таки все или не все? Много различных стихотворений, пений, стихов сложных, как природа хвалит, как животные славят с раннего утра, как человек славит. И тут мы говорим «аминь» – все дышащее дохвалит Господа, аллилуйя. Давайте мы попробуем дальше пройти. Бог сказал однажды, сам Бог сказал, «Все дышащее даю вам в пищу». Аминь? Как нет? Так написано, я вам прочту. Бытие 9.3. Не «нет», а «да», так написано. «Все дышащее дохвалит» мы говорим «аминь». «Все движущееся я даю вам в пищу». Это он сказал Ною. И мы начинаем думать, уже я слышу в аудитории «стоп, стоп, нет». Что это значит? Почему «нет» так написано? Смотрите, я продолжу. «Все мне позволительно». Аминь? Нет. Да, нет, не все полезно. Но так сказал величайший апостол. Он говорит, «Все мне позволительно». Представьте себе, ваш сын или дочь приходит домой и говорит, «Мама или папа, мне все позволительно». Ты сразу начинаешь думать, стоп, стоп. Это что-то опасное. Это может печально кончиться. И ты начинаешь это слово «все» быстро открываешь Евангелие. Он тебе еще доказал. Так Павел сказал. Ты начинаешь думать, как же ему объяснить. Сынок, да это все не все. Знаешь, имеется что-то в виду другое. Еще одно. Опять тот же самый Павел. Все, что продается на торгу, все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования. Интересно. Все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования. Скажу вам, я был однажды на торгу, то есть на базаре. Смотрю, лежат какие-то маленькие тушки мяса. И на одной тушке задняя ножка не отрезана и шкурка не снята. Самый последний сустав. Я подхожу к продавцу и говорю, «А это зачем?» Он говорит, «Как зачем?» Я говорю, «Почему ногу не отрезали и шкуру не сняли?» Он говорит, «А, чтобы узнали, что это не кошка, а кролик». Я говорю, «А что, они так похожи?» Он говорит, «А ты их не различишь. Только по этой одной ножке можно утверждать, что это кролик». Так, подождите. А что, что Павел утверждает? Все, что на торгу, ешь без всякого исследования. Кролик, заяц, кошка, какая разница? Но люди, которые Павла не знают, говорят, нет, между кошкой и кроликом есть разница. Интересно, что Павел ошибался, Павел не знал, что он писал? Или, может быть, люди ошибаются в своей интерпретации? Пойдем дальше. «Все, что входит в уста, не оскверняет человека». А кто это сказал? Это сказал сам Иисус. Неужели на самом деле «все, что входит в уста, не оскверняет человека»? Неужели это правда? Так сказал Иисус, так утверждают христиане. И мы Иисусу верим. Я давно работал на одной фирме, и там целая группа наших рабочих, они решили поехать в Таиланд. Наша шефка была Таиландкой, она их приглашала в Таиланд, и они долго собирались, и вот целая группа этих рабочих поехала в Таиланд. И они потом там ходили в Таиланде, фотографировали улицы Таиланда. Вечером Таиланд начинает по-настоящему жить. Снимали различные фотографии, потом приехали назад в Германию. И смотрю, друг к другу подходят и так делают. А тот говорит, отстань от меня. Опять. Я не понял, а что вы гавкаете? Он говорит, так он собачатину ел. И друг друга так стали они мерзиться, чуждаться от того, что кто-то ел собачатину. Он говорит, а что, в Таиланде это норма. Я был в Таиланде, я попробовал. А другие аж мерзились его, не хотели с ним общаться и насмехались. Все, что входит в уста, не оскверняет человека. Так сказал Христос. И что, понимаете, вся эта группа, это были неверующие люди, скажем, ну, не знающие Бога, не знающие волю Божью. Еще какая-то вроде бы скидка. А тут христиане утверждают, все, что входит в уста, не оскверняет человека. Это сказал Иисус Христос. Друзья, на самом деле Христос так и сказал. Вы знаете, эти места я записал, я их перечитывал. На самом деле это были слова Христа. Но как нам относиться к ним? Как нам понимать их? Я еще хочу напомнить, опять же, Павла, ибо все творения хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Все творения хорошо. Интерпретация дальше людей, все творения можно кушать, помолился и вперед. И это утверждают христиане, потому что апостол Павел, это апостол христиан, апостол язычников, и он так пишет в послании к Тимофею. И невольно приходится задумываться, так что же это значит? Все или не все? Кто дал нам право интерпретировать, или как мы разберемся, вот это все, а вот это не все. Это да, а вот это нет. И если бы это только казалось, братья и сестры, если бы это только касалось людей этого мира, но это, к сожалению, касается именно верующих во Христа Иисуса. Верующих, которые верят и надеются быть вместе с Господом. Апостол Павел говорит, что при гласе Архангела и трубе Божьей мертвого Христа воскреснет, а мы, оставшиеся в живых, изменимся, и говорит, и так всегда с Господом будем. Все те, кто уверовал, на это рассчитывают. Но что интересно, Иисус Христос в Евангелии Матфея, в седьмой главе, еще при своей жизни на земле этот добрый пастырь вдруг говорит людям такое слово. Придут и многие скажут, Господи, мы именем Твоим пророчествовали, мы бесов изгоняли, чудеса творили, на улицах наших учил Ты нас, а он скажет им, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Друзья, тут речь идет не о мирских людях, тут речь идет о верующих, которые читали Евангелие и вычитывали все, что на торгу ешь без исследования, все, что входит в уста, не оскверняет человека. Это то место, которое все утверждают, что пока в Ветхом Завете было так, а в Новом Завете, когда пришел Христос, Христос за нас совершил все, и теперь мы свободны от всего. А это правда? Это правда? Если это действительно правда, то где есть места Священного Писания? Я хочу их видеть. Я хочу на них базироваться, потому что рано или поздно, я, как и вы, братья и сестры, мы хотим жить на небе. Мы хотим жить со Христом, но подчеркиваю, в доме Отца. И то, что очень многие люди сегодня даже не задумываются и говорят, что в Ветхом Завете Бог Ветхозаветнего времени дал законы, правила и уставы, пришел Новый Завет, Христос заключил Новый Завет, исполнил все и освободил людей от всякого закона, от всяких правил. Я категорически заявляю, это ложь. Это неправда. Иисус Христос нигде так не говорил, Он так не учил, так не учили апостолы. Апостолы, которые имели огромное право, если взять в частности апостола Петра, который имел право создать церковь, и врата ада ее не одолеют. Это тот, который один из первых получил Духа Святого и который Духом Святым вводился и был наставляем. Это тот, который как раз был на кровле дома выступлений и который видел видение, как бы полотно, спускаемое за четыре угла и наполнено нечистыми животными и присмыкающимися, и слышавший голос, встань, Петр, заколи и ешь. Это тот, который сказал, Господи, никогда и ничего нечистое не входило в мои уста. Стоп, Петр, так было раньше, а сейчас Новый Завет. Сейчас Новый Завет. Христиане интерпретируют сейчас все по-новому. Но этот самый Петр, которому вверены ключи царствия и которому Господь сказал, врата ада тебя не одолеют, живя уже по воскресении Иисуса Христа и находясь в служении Иисусу Христу в Новом Завете, он говорит, никогда и ничего нечистое не входило в мои уста. А как же тогда с голосом с неба? Как же голос с неба говорит? Встань, Петр, заколи и ешь. Петр, обратите внимание, не встал, не заколол и не ел. Он сказал, нет, Господи, но дальше, когда мы читаем, рассуждал, что бы это значило. Для него это было полное противоречие которому он научился от Господа Иисуса, потому что Господь сказал, я от себя не делаю ничего. Я видел у Отца Моего то и творю. Иисус Христос, когда пришли и сказали Ему, учитель благи, Он остановил, сказал, нет, никто не благ, только один Бог. Иисус Христос, который сказал, я иду и приготовлю вам место и когда пойду и приготовлю, приду и возьму вас, и вы будете со Мною. И Он говорит, в доме Отца Моего обителей много. Собираясь в эти обители, братья и сестры, я бы хотел, чтобы каждый из нас здесь присутствующих и слушающих, и смотрящих онлайн, просто задумался над тем, мы собираемся жить в доме Отца, мы собираемся жить в Его обителях. Праведность наша, это когда мы перед Ним, перед Богом Вечным правы. Вы в праве сказать, но мы же не всегда правы. Да, мы не всегда правы. И вот там, где мы согрешаем, наша праведность кончается. И там, где она кончается, вот там мы обращаемся к жертве Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он нас омыл, осветил и оправдал. Но, я не читаю в Священном Писании, чтобы Он нас освободил от всяких порядков, законов, правил и требований Господа Бога. Я такого в Евангелии не читал и в Библии не читал. Я как раз читал обратное. Если кто-то считает, что вечный Бог, Он устарел, Он уже, скажем, требования ветхозаветнего времени ушли в небытие, я уже напомнил и хотел бы это как веху для нашего рассуждения поставить. Мы собираемся в дом Отца. Мы собираемся жить в Его житницах. Мы собираемся славить Его имя. Мы собираемся быть с Ним вместе. И Слово Божье, Павел говорит следующее. Когда же будет положен последний враг смерть, то и Сам Сын покорится Отцу и будет все во всем Бог. И вот когда будет все во всем Бог, мы будем жить в обителях вот этого Бога. И поэтому вот этот вечный Бог, о котором сказано, Он не изменяется. Бог не человек и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться или лгать. Он сказал и исполнил. Смотрите, я читаю именно слова этого вечного Бога, который говорит, И вот придет Господь в огне и в колеснице Его в вихре. Это Исаия 66 глава 15 стих и дальше. Чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд на всякую плотью и много будет пораженных Господом. Те, которые освящаются и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо мерзости и мышей, все погибнут, говорит Господь. Мне кажется, тут однозначно сказано, тут довольно конкретно сказано. Все погибнут, кто едят свиное мясо мерзости и мышей, так говорит Господь. Так говорит Тот, Который имеет это право, Которому, под ноги Которого все будет покорено и даже Сын, и Который приготовил нам обители, чтобы мы там жили с Ним в вечных обителях. Так сказал Он. Мы же, как люди, считаем, что мы имеем право интерпретировать Его слова. Все или не все. И иногда, вы знаете, когда речь идет о все или не все, мы приходим просто к очень парадоксальным, иногда к абсурдным ситуациям, когда мы утверждаем, что все-таки все. И когда я вникал в эти вопросы, беседовал с людьми, я видел, что каждый человек, знаете, на собственный ум, на собственную интуицию, на собственную так примерил, все или не все. Вот так, вот как мы с вами, когда я зачитывал коротко вот эти вот тексты Священного Писания, мы сразу начинаем думать, все, ну да, все написано, но тут имеется в виду что-то не то. Если все, что, вот обращаясь ко всем христианам, которые довольно расположены к слову, все, что входит в устание, оскверняет человека. А почему мы, как христиане, когда член нашей церкви начинает в устав свои допускать алкоголь чрезмерно, мы говорим, это нельзя. Когда христиане начинают употреблять наркотик, мы говорим, нельзя. Когда христиане начинают курить, это вообще пустяк, казалось бы, взял в род дым и выпустил. Что здесь такого? Если все, что входит в уста, оно не оскверняет, ну и пусть себе курят, ну и пусть себе пьют. Некоторые христиане, читая деяния апостолов и читая постановления Иерусалимской Церкви, чтобы христиане из язычников, чтобы они воздерживались от удавленины, крови, блуда и не делали ближнему того, что не желают себе, воздерживаются от крови. А другие с удовольствием едят кровянку и говорят, все, что входит в уста, не оскверняет человека. По каким критериям это все происходит? Как мы себе думаем дать отчет в этих действиях, когда мы придем при лице Всевышнего? Мы скажем, так написано, все, что входит в уста, давайте мы конкретно откроем Священное Писание и начнем с этих все просто разбираться, просто читать Слово Божье. Я не пытаюсь на кого-то как-то повлиять, но хочу, чтобы мы задумались все, да не все. Что имеется в виду под словом все? Смотрите, в Евангелии Матфея 8, 16. Начну с этого места. Здесь идет речь Евангелия Матфея 8, 16 идет речь о следующем. Когда же наступил вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духом словом и исцелил всех больных. Что значит всех больных? Всех в этом доме? Всех в этом селении? Всех в этой стране? Или всех в этом мире? Написано всех. Нам трудно сказать, но написано всех. Наряду с тем, читаю другое место, Матфея 12 глава. Здесь еще более наглядно это показано, что все это не все. Смотрите, 12 глава, 15 стих. И последовало за ним множество народа, и он исцелил всех, и запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победу, и на имя его будут уповать народы». «Исцелил всех». Мы читали, да? 15 стих. А вот следующий стих 22 написано так. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его». Сначала мы читаем «исцелил всех», а потом «откуда-то взялся еще и бесноватый, глухой и немой», так «когда он исцелял всех?» «Как понять, что глухого и немого, бесноватого он не исцелил? Почему?» Я думаю, это очень легко подается объяснению. Он исцелил всех тех, которые были здесь. Глухого и немого, бесноватого не было. И когда пошел слух, что он исцеляет всех, одец его воспользовался шансом и привел его. У критиков здесь уже противоречие. Нет, все-таки не всех, одного не исцелил. Нет, он исцелил всех. А потом привели еще одного и его тоже исцелил. Вот так все-таки он исцелил всех. И Евангелие говорит правду. Братья и сестры, то есть я этими примерами хотел показать, что слово всех нужно только в контексте читать. Не просто оторвав фразу «все, что есть на торгу», или там «все, что входит в уста», или еще какое-то «все». Невозможно это объяснить, потому что у нас получается полное противоречие между Словом Божьим и нашим объяснением «все». Нужно обязательно брать в контексте. Почему Господь, когда он, когда Ной вышел уже из Ковчега после потопа, почему Господь говорит «все, движущееся все я даю вам в пищу». Потому что до этого Ной, я не буду все зачитывать, вы можете это проверить, я понимаю, что будут и противоречия, это естественно. Ной ел только растительную пищу, он животную пищу, он вообще не ел. То есть он был вегетарианец, он мясо не ел. Когда он вышел после потопа, он, ему Бог позволил есть не только то, что не движется, но растет на месте, а и то, что движется. Теперь остается дело за нами. Все или не все он мог кушать движущееся. Написано все. Как мы это объясняем? Все движется. Если действительно все, то учтите одно но. Человек, который вышел из Ковчега, который впоследствии размножился, тоже двигался. Я задаю себе вопрос, он тоже двигался, его тоже можно было есть. Согласно слову все, можно есть все. Согласно здравому смыслу, но нет, может быть все, кроме человека. Человека есть нельзя. Вы скажете, ну это вообще дико абсурдная мысль. Нет. Я думаю, все современные люди знают, что были длительное время, недавно, они только закончились, якобы, племена ганнибалов, которые ели людей, которые ели евангелистов, где евангелисты приходили к ним благоветствовать Слово Божье, и были случаи, где евангелисты были съедены. Извините, они могут себя оправдать? Так написано все, что движет. А вот вы и двигались не в ту сторону, мы вас и съели, и все. Вы скажете, ну это абсурд, этого быть не может. Конечно нет, конечно нет, праведный Ной пока еще ничего не ел. Скажем, движущегося, Бог сказал ему, построй ковчег и возьми с собой из всех птиц и всех животных и сказал ему сразу, чистых и нечистых. Чистых возьми по семь пар, а нечистых по две пары. Знал ли он, имел ли он понятие, что такое чистый и что такое нечистый. А он мог его и не иметь. Я убежден, будучи праведным и имея общение с Богом, имея веру, верою построил ковчег, он знал точно, что и зачем. Но те, кто хотят сказать нет, я с вами не спорю. Там не надо было никаких знаний, он просто стоял и видел, идут 14 животных, о, вот это чистые, тут нужно отметочку поставить. О, идут 4 животных, 2 пары, это нечистые. Но и вопрос, ну и какая разница? Только, чтобы сберечь всех животных. Вполне возможно. Но когда Ной вышел из ковчега и устроил жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники. Это 9, это 8 глава. А только в 9 главе Бог позволил ему есть все, что движется. Ной, оставляя на ваше рассуждение, знал или не знал, но в жертву принес именно чистая. И животных и птиц принес Богу чистое. Потом, когда народ увеличился и умножился, там был еще праведник Авраам, Исаак, Яков, они проносили Богу жертву. Они знали, что делали. И когда народ стал размножаться и умножаться, Бог дал уже в письменном виде, для того, чтобы люди уже не возникало оборот, а все, так ною сказано. Нет, Он очень четко, ясно разграничил. И тут не надо было никакой ученой степени, чтобы знать, что полезно, что не полезно. Люди ели движущиеся, то есть уже животную пищу, и Бог сказал, разделил животных на чистых, которых можно есть, и на нечистых, которых нельзя есть. Но хочу обратить внимание, и чистые, и нечистые, сегодня Виктор напоминал, когда Бог творил, Он сказал, все весьма хорошо. Нечистые животные это не есть что-то плохое, это сотворенное Богом хорошо. Но одно хочу подчеркнуть, хорошо, но не для пищи, вот и все. И когда люди утверждают, все хорошо для пищи, вот тут я вижу противоречие со Словом Божьим, тут я вижу, что так Господь не определял. Возьмем местописание, первое послание Коринфянам 6,12, где Павел говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи, и Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресит, воскресивший Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваша суть члены Христовы? Итак, отниму ли членов у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ним? Ибо сказано, два стали одно плотью. И соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Здесь апостол Павел ведет речь именно о пище. Он говорит о пище здесь, и я прочитаю еще другое место, где опять же Павел говорит в первом послании в 10 главе и 25 стих. Возьму с 14 стиха. Итак, возлюбленные мои, убегайте и долослужение. Я говорю вам, как рассудителям, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участвовали жертвенника. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если же кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, и все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешь ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совести. Если бы, если я с благодарением принимаю пищу, для чего меня порицать за то, что я благодарю. «Итак, едите ли, пьете ли, иное делайте, все делайте во славу Господа. Не подавайте соблазна ни еленам, ни юдеям, ни еленам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, а только пользы, чтобы, а только пользы многих, чтобы они спаслись». Здесь апостол Павел говорит очень сложную мысль, очень длинная мысль. Он вначале говорит, что вы совершаете чашу, вечерю Господнюю, и неверующие язычники, когда едят идола жертвенные, то есть приносят жертвы идолам, они тоже присоединяются, и он проводит параллель, это два одинаковых служения, только одно служение, когда вы присоединяетесь к телу Господню, другое, когда язычники присоединяются к бесам. И он говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Хотя, впрочем, он говорит, для меня идол в мире ничего не значит. Он говорит, я могу спокойно сидеть и есть идола жертвенная, потому что идол в мире есть ничто. Обратите внимание, братья и сестры, для язычника это общение с бесами, а для Павла, так как он не признает идола, это ничто, это просто сидеть и есть. Но, он говорит, если немощный брат, который пригласил тебя, скажет, это идола жертвенная, то ради его совести, ради его немощи не ешь, хотя он говорит, зачем моей свободе быть его совестью судимой, но ради немощного для меня идол в мире есть ничто, и я это не признаю, говорит Павел, для меня это просто пища, но для того это идола жертвенная, это что-то особо святое, вот в этом случае он говорит, я не буду есть ради немощного брата моего, в другом месте он говорит, я не буду есть мясо и не пить вина вовек, дабы немощный брат мой не соблазнялся и не изнемогал. Обратите внимание, братья и сестры, апостол Павел лишает себя права, возможности есть только ради немощного брата. Как часто христиане не лишают себя употребления чего-то в пищу наряду с тем, что не немощный брат это сказал, а Бог это сказал, сказал очень ясно и однозначно. Если вернуться к мысли, когда Бог уже в письменном виде дал закон о чистой и нечистой пище, то два животных, которые сегодня в рационе людей очень популярны, о них особо сказано. Бог в общем о животных сказал так, если у него не раздвоенные копыта и не жует жвачку, то он не чист, их не ешьте, а животные у которых раздвоенные копыта и жуют жвачку, их вы можете есть. Сказал и о пресмыкающихся, сказал и о птицах, сказал и о всякой твари ползающей и двигающей. В книге Левит Господь об этом ясно, четко сказал, но я сейчас хочу коротко сказать только о двух животных, о свинье там сказано. У нее копыта раздвоенные, но она не жует жвачку. Обратите внимание, она нечиста для вас, сказал Бог. А что нас Бог? А что нам Бог, говорят люди? А что нас это интересует? Христос все очистил. Где и когда Христос очищал свиней? Я задаю прямой вопрос, скажите пожалуйста. Заяц он жует жвачку, но у него копыт нету и они не раздвоены. Написано он нечист для вас. Люди, диетологи и христиане многие говорят это диетическое мясо его очень полезно есть. Павел не ел мясо чистого ради немощного брата. христиане говорят его можно есть наряду с тем что Бог сказал нет. Бог оговорил конкретно. Если всех животных в общем сказал, то этих конкретно оговорил. А христиане говорят их можно есть. Если кто считает что можно есть это ваше право. Но мне хочется сказать когда мы прием к Богу а он неизменный в слове Бог то там придется дать отчет. Там придется дать отчет и ответить кто дал тебе право и на каком основании ты именно так это интерпретировал. Теперь хочу напомнить место о котором мы с вами говорили где говорил Христос. Евангелие Матфея это очень как бы веский аргумент потому что так люди привыкли так сложился менталитет христиан что сказал Христос это да и это аминь и так все что входит в уста не оскверняет человека. Матфея 15 глава самого начала тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят зачем ученики твои приступает предание старцев ибо не умывает рук своих когда едят хлеб. Обратите внимание почему я вначале читал те два места из Евангелия Матфея где Христос исцелил всех а потом еще привели больных то есть этим местом я хотел чтобы мы поняли что нужно непосредственно по контексту смотреть и вот в контексте 15 глава начинается так что ко Христу пришли с претензией фарисеи и говорят твои ученики нарушают предание старцев не закон Божий не повеление апостолов а предание старцев они неумытыми руками едят хлеб предание старцев гласило обязательно если пришел откуда-то с улицы особенно с торга это подчеркивается в Евангелии нужно тщательно умыть руки хорошо это или плохо хорошо сейчас во время пандемии требуют или говорят самое главное руки мойте это хорошо я это не оспариваю это гигиенично но играет ли это роль для спасения здесь мы читаем дальше что говорит Христос Христос их обличает и дальше говорит читаю из 10 стиха и призвав народ сказал им слушайте и разумейте не то что входит в уста оскверняет человека но то что выходит из уст оскверняет человека тогда ученики его приступив сказали ему знаешь ли что фарисеи услышав слово сие соблазнились да не только фарисеи многие христиане соблазнились когда Христос вдруг говорит не то что входит в уста оскверняет человека все ого так значит в рот можно все совать и все будет нормально почему-то вот человек склонен вместо того чтобы как-то ограничиться подумать подожди подожди он склонен все что входит в уста все или не все я уже привел пример что для кого-то и это и это и это а для кого-то нет но такое я себе уже не позволю он же сказал в ответ всякое растение которое не отец мой небесный насадил искоренится оставьте их они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму Петр же отвечая сказал ему объясни нам притчу сию не только фарисеи запутались и Петр запутался он точно знал что был научен и он говорит никогда ничего нечистое не входило в мои уста и вдруг учитель говорит это не важно как интерпретирует это не важно что входит в уста оно проходит чрево извергается вон и то есть это совсем не важно и Петр Господи объясни нам это Иисус сказал неужели вы еще не разумеете еще ли не понимаете что все входящее в уста проходит чрево и извергается вон а исходящее из уст из сердца исходит сие оскверняет человека объяснил Христос что-то или нет пока еще нет я бы сказал мне еще этого недостаточно ибо из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяния любодеяния кражи лжесвидетельства хуления это оскверняет человека объяснил уже еще нет но объясняет а есть неумытыми руками не оскверняет человека друзья так что все что входит в уста твои что ты кладешь свои уста грязными руками это тебя не осквернит но вопрос все я хочу обратить внимание что бог когда он давал чистое и нечистое он называл одно пищей а другое мерзостью и за этим когда вы будете исследовать священное писание именно по этому вопросу вы будете постоянно сталкиваться с вопросом пища или мерзость так вот всякая пища которая вернусь коротко еще время уже уходит вернусь коротко еще к павлу в послании к тимофею тут очень такой большой аргумент ибо все творение божие хорошо об этом мы говорим да она хорошо для чего для того чтобы все гармонично жило и развивалось но люди думают все творение божие хорошо только для еды нет нет ибо принимается с благодарением говорит павел почему так значит за любую не знаю даже как выразиться хоть чтобы я хотел положить свой в рот главное должен поблагодарить благодарю тебя господи и клади себе в рот вторая я задаю вопрос для чего апостолы сказали чтобы язычников братьев из язычников научили не есть удавленину и кровь если все значит все получается не все а что же тогда павел говорит в послании к тимофею ибо освещается словом божьим первое послание тимофею четвертая глава павел говорит ибо освещается словом божьим а потом молитвой если это наоборот если кто-то пытается объяснить или доказать что вот я помолился и оно благословенно я предлагаю положи кусок свинины помолись и она уже святая можешь кушать налей стакан водки помолись и принимай с благодарением он уже освещенный зачем же ты учишь что христианам водку купить нельзя зачем же ты учишь что христианам курить нельзя зачем же ты учишь что что-то мерзкое нельзя делать если поступать по принципу все что входит в уста не оскверняет то ты сам понимаешь что так не проходит что-то да а что-то нет так вот что-то да а что-то нет павел очень четко говорит ибо освещается словом божьим слово божье не делает нечистого чистым нет слово божье просто освещает как лампочка освещает вот эту страницу я ее могу читать слово божье просвещает и говорит Это чистое, а это нечистое. Это можно, а это нельзя. И если оно названо Богом мерзостью, то молись сколько хочешь. Твоя молитва мерзость не превратит в святыню. Ты только сквернишься. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы Господь помог нам в этом вопросе разобраться. Я знаю, что говоря в этой аудитории, многие люди со мной солидарны. Но беседуя с нашей молодежью, которую очень часто конфронтируют люди этого мира, мне задавали молодежь, задавали вопросы, а почему здесь, а почему так, а почему то, а почему это. И говорить просто отдельными обрывками, фразами очень тяжело, и это очень недоходчиво. Я бы хотел, чтобы каждый из нас исследовал священные писания. Поставил себе как вехи, как маяки, что это неизменный в слове Бог сказал. Он сказал и назвал конкретно, что чистое, что нечистое. Что жить мы собираемся в его обителях, и жить мы собираемся по его правилам. И те, кто говорят, что Христос все отменил, я вам хочу сказать, это неправда. Христос ничего вообще не отменил. Ничего и вообще не отменял. Христос пришел не нарушить закон, а исполнить его. И каждому нарушителю, в том числе и мне, который нарушил в чем-то волю Божью, он дает прощение своей кровью и ходатайствует пред Отцом. Отче, прости им. Но это не значит, а теперь творите, что хотите, потому что я вас простил. Нет. Так Христос не учил, и так он не поступал. Я хочу закончить на этом мысль. Я понимаю, что вопрос очень большой. Возможно, не все еще освещено. Возможно, у людей, которые с критическим настроем, еще много вопросов. Я готов с вами общаться, беседовать. Готов и с теми, которые онлайн. Мы можем сегодня есть много средств, возможности общаться, беседовать на эту тему. Но мне хочется сказать главное, братья и сестры, друзья, которые нас смотрят и слушают, обратите внимание, что Господь в 66 главе сказал пророка Исаии, что Господь с огнем и мечом придет и рассудит, и все, кто едят свиное мясо, мерзости и мышей, погибнут, говорит Господь. Это не Петро сказал. Это не Христос сказал. Это не апостолы сказали. Мы только, Павел говорит, мы только соработники. Каждый в свое время, на своем месте, мы только соработники. А он, вечный Бог, сказал. Он это сделает. И поэтому я хочу, чтобы все были спасены и не надеялись на благодать, потому что тот любвеобильный, полный благодати Иисус Христос сказал, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Почему? А потому что мы, очень многие места священного писания, мы, христиане, интерпретируем по-язычески, так, как нам нравится, и не оставили это язычество. А Господь говорит, есть у меня овцы и не сего двора, и их надлежит мне привезти. И будет одно стадо, не два, а одно стадо, и один пастырь. А пастырь наш есть Иисус Христос. Аминь. 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 Аминь.